Киноискусство, объединяющее Китай, Россию и Среднюю Азию. В городе Румчи, Синдзян-Угурск, в автономном районе КНР, готовится к международному форуму документального кино. Теремония открытия намечена на 6 июня. С помощью киноосмотра в Синдзянь надеются помочь в выстраивании межкультурной коммуникации в рамках проектов «Пояса и путей» и Евразийского экономического союза. По инициативе синдзянского телевидения будет создан телевизионный союз Китая и Средней Азии. Синдзян-Угурский район – кларитная локация для съемок, излюбленная режиссерами. С 90-го года синдзянское телевидение создало более 100 документальных фильмов об особенностях региона. 90 из них завоевали награды на международных конкурсах. Сейчас готовится к показу совместный китайско-российский документальный фильм под названием «История на севере». Таким образом продолжается год обмена между китайскими и российскими СМИ. Этим летом самые известные китайские документальные фильмы покажут на российском телевидении, а также русскоязычная аудитория в Пекине. Площадка у нас достаточно такая демократичная, открытая. И при необходимости, конечно, и при желании снахрон, мы также готовы поучаствовать в этом проекте в какой-то части. Еще раз говорю, имея в виду наш опыт проведения организации и просмотров, кем мы... В рамках инициативы пояса и пути Синьцзянское телевидение основало свои корреспондентские пункты в шести странах, в том числе Турции, Грузии и в Средней Азии. На следующем этапе мы планируем открыть точку в России, поскольку китайско-российские отношения сейчас очень хорошие. Мы должны продвигать межкультурную коммуникацию.